Так, теперь давайте мы потренируемся и, как вот вчера с нашим великим поручением, пройдем такой небольшой путь. Итак, мы сказали, что в тексте. Не обидеть ли мне сегодня пару встреч. Так, значит, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас я нашел. Плохо видно, да, если я сейчас уберу, поставлю белый дизайн. Сейчас, сейчас, о, это так. Да, или так нормально будет на белом фоне. А так, я вернул на темный. Или лучше светлый? Светлый, да? Хорошо. Значит, логическая прогрессия или в чем суть анализа такого или подхода? Видеть, как располагается текст, то есть как располагаются элементы, структуры текста. Обратите внимание на повторение, там, прямое обращение, вступительные фразы, заключительные фразы. То есть все это мы смотрим. Это не суть того, чтобы записывать. То есть вы хотите записывать? Это мне, мы сейчас увидим, то есть мы сейчас попрактикуемся на каких-то вещах. Вы их просто запомните. Да, есть вещи. Ну, записал. На самом деле, пока не попробовал. Так, почему оно не стало белым у меня? У меня везде белое. Сейчас, секунду. Вот, есть такие маркеры, которые показывают переход, да, вот, там, ищите. Ну, нужно найти слова, там, ну, союзы соединительные, там, противительные союзы, да, какие-то частички, там. Ну, например, и, но, если, то, посему, ибо, дабы, ищем связи подразумеваемые или явные, сочинительные, подчинительные. В отличие от повествования, кульминации дискурса, ну, вот такого текста, да, как послание Павла, да, является не событие, а какая-то истина, какая-то мысль, или нет, утверждение. В основном, это размышление, а не описание или повествование, да, когда мы, это, отличает дискуссивные тексты от повествовательных. Хотя есть такое понятие, как нарративный дискусс или повествовательный дискусс. Слово, термин дискусс, это такой поливалентный термин, что... Еще такие моменты. Нужно определить главную мысль каждого абзаца. Мы читаем апостола Павла, мы делим его фрагменты на абзацы, не на стихи. То есть кто-то уже там нарубил этих стихов, и часто они мешают понять мысль развивающую. Например, первых 14 стихов в послании к Ефесянам, первые главы, там, вступительный блок, это одно предложение вообще. Очень сложное, с такими сочинительными связями, там, подчинительными. То есть вот это вот один идет блок. То есть его переводчики, конечно, разбивают на несколько, ну, более-менее внятных, законченных предложений. И вот, поэтому разбивка на стихи, это иногда мешает. Иногда глава прерывается там, где, ну, в принципе, еще идет мысль. Вот, мой первый профессор Греческого Нового Завета, он сказал, говорит, ну, есть такая теория монаха. Как, говорит, как он сказал, как это шла разбивка на эти стихи. Ехал монах на лошади, и вот, где вот каждый раз, когда он подскакивал, он ставил нумерацию стиха. Ну, это такая шутка. Ну, она показывает, что оно случайно. Единственная книга, где вот более-менее она разбита, логически, это, по-моему, книга Ионы. Там три главы, они четко, ну, вот, они, можно сказать, три главы, вот, удачно. Все остальное, ну, ничего. Поэтому вот лучше пользоваться Новыми Заветами, текстами, где сплошное идет. Ну, псалмы, да, ну, псалмы уже такая, ну, там, такое дело, это, ну, там идут псалмы, а не главы. И то не всегда. Если возьмете, например, русскую версию, английскую версию, увидите, что после девятого псалма уже сбивается нумерация. Почему? Потому что там, там, где два псалма в русской версии, будет один псалом английской. А начнете, это отображение двух традиций. Масаретского текста и септуагинты. Вот так вот. Не все так просто, поэтому есть такие текстологические исследования. То есть для хорошей объяснительной проповеди, когда такой занимается маститый объяснитель, ну, объяснительной проповеди, конечно, и когда он делает экзогетику текста, он должен обнаружить чистоту текстологическую текста. Вот дает ли он, он чистый с точки зрения текстологии, или он действительно спорный. Например, окончание Марка, то есть не есть, не во всех ранних рукописях. Некоторые, ну, например, ну, это уже, вот, вы возьмете синодальный, да, и будете спорить с этими еговыми там от Роицы. Возьмете, скажите, вот, 1 Иоанна, 5-7, по-моему. Там пишется, что СИИ-3 светится на небе, СИИ-3 там, вот их нету, это, ну, поздняя, поздняя вставка. Она вошла в редакции, ну, потому что синодальная версия не базировалась, и многие переводы, Ким Джеймс Вершин, и многие, то есть не базировались, они базировались на последних рукописях своих, которые были современных. Вот. История все началась, когда граф Тишендорф обнаружил в 19 веке на горе Синаи, там, в монастыре, рукопись, которую монахи, которыми монахи разжигали печи, ну, костер, когда увидел, что это Синайский кодекс, и вот открылось новое направление библистики, текстологические исследования, целые институты есть, ближайшие к нам в Штутгарте, Штутгарский институт текстологических исследований, и поэтому их результат этой работы, текстологии, да, Нового Завета, в самом случае, есть критические, ну, издания, ну, научные издания Нового Завета, которым мы пользуемся, которые сейчас современные переводы, с него переводятся. Это третья версия, четвертая версия, редакция United Bible Society, Объединенных Библиотских Обществ, или для более профессиональной работы, это 26 или 27 редакция Курта Несле Аланда, то есть Новый Завет, то есть о большем. И там всегда будет текст, будет идти на греческом, да, и внизу будут такой подстрочный комментарий, текстологический. И все 5338 рукописей, которые описаны, найдены за это время, больше всего в Египте, потому что климат такой, что сохранились эти папирусы, вот, они все интегрированы, изучены и поделены на семьи, текстологические семьи. Ну, вот есть спор, есть 3 или 4 варианта, это Александрийский, Кесарийский, византийский текст, семья, вот, или там еще есть западные, ну, споры, то есть классифицировали рукописи по близкому сходству, поэтому их распределили. Значит, были какие-то центры, скажем, какой-то римской в Европе, где-то в Александрии или в Антиохии, там были центры по копированию, поэтому, и они их сохраняют, каждая копия показывает, ну, там целая наука, целое дело, поэтому иногда мы смотрим, экзегетика, задача экзегетики, реконструировать первоначальное форму и значение текста, да, вот, поэтому, если вы берете греческий, смотрите, вы смотрите в сноску, если там будет стоять какая-то буковка у кого-то текста, вы смотрите внизу, там, буковка А, ученые скажут, что здесь стопроцентный консенсус, такое прочтение, ну, нормально, если буковка Б, ну, примерно так, ну, есть согласие, но не стопроцентное, С, мнения разделились, и если будет буковка С, дадут альтернативные каких-то рукописей, Синайский кодекс обозначен буквой Алиф, там, Ватиканский и так далее, и рукописи, если это папирус, будет П, П римская, и П-72, П-46, П, и будут даты, есть целая таблица датировок, вы должны выбрать, какое прочтение вы хотите, вы, значит, вы посмотрите, какой даты, ранее, если это папирус, значит, это раньше, если это пергамент, значит, это позже, пергамент позже возник, если это унициальное письмо, значит, это позже, унициальное, это, в смысле, позже, минускульное и так далее, вы будете сказать, какой самый древний текст за вас уже сделали текстологи, но если спорный момент, вы должны доказать более того, там еще идут ссылки на отцов церкви в которых встречаются греческие фразы текста Августин говорил так, или Василия Великого мы встречаем этот стих, в каком варианте целое дело по поводу псалмов начали хорошо, но мы не занимаемся здесь, но это если вы их, если там текст спорный, то это ответственность, это ответственность но это наша проблема, то есть мы пользуемся переводами, мы доверяем, хороший перевод это всегда хороший перевод установите связь между абзацами нужно нам связь обнаружить между абзацами может быть абзац уже один заканчивает мысль и начинается, а если идет дальше развитие аргумента и так далее некоторые утверждения имеют двоякую функцию заканчивая мысль одного предложения или абзаца они в то же время подводят нас к следующему то есть вот эта вот логика или риторика текста особенно вот Павла, когда он там начинает спорить послание к кремлинам, там такое вот идет используется такой метод этичной диатрибы то есть спор с воображаемым оппонентом то как вы и ок ты такое обращение, то есть это был метод в классе когда учитель демонстрирует спор или идет к истине демонстрирует перед студентами некой воображаемый такой спор с неким оппонентом это собирательный образ оппонента такой подход есть и у Павла, он спорит с каким-то определенным оппонентом поэтому там есть риторика, там есть логика мы должны за ней следить, потому что в тексте выбор текста для проповеди он должен быть законченный это не половина какой-то фразы это не обрывок, то есть он должен быть юнитом то есть цельным ну тут очень много всего давайте вот так смотрите вот этот кружочек ознавает, что есть какая-то осевая центральная тема идея этого текста, то есть она есть, ее нужно найти поэтому это логическая прогрессия крестик это по мере удаления от центра есть какие-то периферийные темы да я вот так вот, видите, вот там где светло в тексте то есть это центр а потом идут такие периферийные темы если мы возьмем наш отрывок идите, научите все народы и так далее то там есть, ну, основная тема но есть такие вот маргинальные темы такие вот, ну, боковые, второстепенные например, учение о Троице ну как, там нет учения о Троице но есть Отец и Святой Дух если я хочу собрать то есть если я на этот текст хочу проповедовать я должен знать основную, главную идею но вдруг я хочу если я готовлю какую-то тематическую проповедь и сейчас я послушал у того класса там как раз лектор, ну, проповедник, учитель, не знаю рассказывает о Троице вот, если нам нужно собрать какие-то новозаветные данные, да о Троице мы, конечно же, этот текст тоже включим потому что здесь появляются три имени но это не основная смысловая нагрузка этого отрывка но мы берем его и показываем что и здесь на каком-то периоде развития новозаветного, ну, богословия то есть мессианского богословия, так скажем уже фигурирует три термина Отец и Святой Дух если им нужно что-то делать но это не есть основная тема это такая маргинальная или учение о крещении но оно как бы присутствует вот, если это будет тематическая то есть вряд ли, что нет да, нужно проповедовать на главную тему но я хочу проповедовать, допустим что такое научить всему то есть я могу взять, но я должен знать что это все-таки под тема это не основная тема не главная идея отрывка, да? ну вот мы это уже смотрели вот, например, берем отрывок сейчас я его не видно откровение книга откровения вот, например это не основная тема то есть что я Смотрите, вот этот отрывок, многие читали. Иоанн с семи церквям, находящимся в власти. Вот я делаю такую незамысловатую простую разбивочку. Вдруг мне попросили эту тему проповедовать, этот стих. Или я просто решил взять по плану у меня, я хочу к нему откровения начать. Я должен сделать первую процедуру. Помните, форма, структура. Первое – жанр. Это апокалиптика, субжанр. Можно сказать, что это введение. В принципе, я имею дело сейчас с апокалиптикой. Теперь структура. Значит, я здесь, это не повествовательное. Это вот такая вот, я и учу, как развивается здесь повествование. Это не послание, но тем не менее, какое-то сообщение. Значит, у меня в топике, как размещаются темы или слова. И потом логика, как она развивается. Первое, ну, главное, справа. А потом, как счеты. Так, раз, 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 я беру. Значит, Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Приветствия. Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет. А потом и от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа. И что я делаю? Я беру их. Вижу, это повторяется. Одна, одна, ну, об одном и том же. Смотрите. От того, который есть, был и грядет. Кто это? От Бога, Вседержителя, и от семи духов, это образ Святого Духа, и от Иисуса Христа. Заявляет ли сейчас нам автор о богословии Троицы? Нет, но оно уже проворачивается, как и у Матфея. И опять, смотрите, есть уточнение. Можно так вот сделать. Если так быть более педантичным. От того, который есть, был и грядет. От того, который есть, был и грядет. Здесь нам нужно посмотреть вечность, как все-таки. Дальше. От семи духов. И уточнение. Находящимся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Потом следующее. Первенец из мертвых. Просто у меня чуть сбилось. Первенец из мертвых. И владыка царей земных. Вот вопрос ему. Кому? А вот ему, возлюбившего нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Уже показывает, что это ему относится к Иисусу. Устанавливаем стрелочку, проводим. Вот оно. Потому что здесь доксология, да, славословие. Значит, ему, возлюбившего нас и омывшего нас от грехов наших кровью своею и соделавшего нас царями. И вот смотрите. Возлюбившему, омывшему и соделавшему. Я выставляю, ну, один под другим. Это одна и та же, ну, идея развивается. Значит, возлюбил, омыл нас кровью, соделавшему нас царями и священниками. Вот так, чуть-чуть. Да, просто чуть-чуть. Ну, под священниками, да. Под царями. Священниками Богу, Отцу Своему. Ну, так, что у меня выложили. Место более. Что? Да, ну, так рисовать, конечно, но, тем не менее. Ну, понятно, да. То есть, Богу, Отцу Своему. То есть, Богу и уточнение, Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. И вот, видите, идет развитие. Вначале Иоанн с теми церквям, тогда приветствие, а потом заканчивается блок словословия, доксологии. Конечно, если мы читаем текст вот так вот, глаз натренированный сразу, в принципе, поймет, но мы уже жертвы чего угодно. То есть, нам нужно все это прочистить, посмотреть, выявить структуру. Потому что ему кому, а тот, кто был, кто? Вот, надо расчистить, да, посмотреть, как пробивается мысль, или как логика, да, текста развивается, как в прогрессе. Видим сразу мир, благодать и мир сразу от кого? И от Бога, и от семи духов, и от Иисуса Христа. Явно здесь ничего не говорится о богословии Троицы, но почему-то приветствие, да, благодать и мир связаны и с тем, и с тем, и с тем. Есть, да? Потом центр тяжести переносится все-таки на определенную личность. Не очень много говорится о том, кто был, есть и грядет. Не очень много говорится и о семи духов перед престолом его, но очень много говорится о Иисусе Христе. Ну, потому что это откровение Иисуса Христа, которое дал, то есть, значит, его. Что говорится о Иисусе Христе? Что он, во-первых, свидетель верный, свидетель верный, потом о нем разрешен первенец и владыка, да, вот, три, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Уже такая, как уже гимнография и кредо какое-то, исповедание, иногда вот какие-то гимны, исповедания, то есть, ну, они шли вместе, то есть, в песнях, в гимнах формировалось басловие, так же, как и Шема Исраэль. Лишма. То есть, оно уже как в пении, то есть, оно уже как гимн, то есть, это раннее христианское исповедание, оно шло в таких, либо в гимнографии, либо в гимнах, либо в исповеданиях, так называемые гомологиаи. Значит, идет исповедание церкви, что он есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. И дальше. Ему, да, который, вот, мысль, ему, опять же, объяснение, кто это, возлюбивший нас, да, омывший нас и соделавший. Потом, царями и священниками, Богу, Отцу Своему, слава и держава веки веков. Ага, центр тяжести, словословие, да, или крен. В доксологии словословие идет Иисусу Христу. Это интересно. Почему? Но, благодать от всех, а словословие только Христу. Но здесь очень важно понять саму общую картину апокалипсиса. Смотрите, понятна структура, да? То есть, как сделать, да, как выявить все эти связи, да, как развивается аргумент. Теперь, что мы видим на этой картине? Да, помните, форма, структура, потом содержание. Да, давайте поговорим о содержании. Содержание здесь, ну, о чем нам говорит? Да, ну, что мы здесь видим в этом тексте? Так, проще. Видим приветствие, типичное приветствие, как у посланий, да? Значит, да, но мы находим параллельные, параллели такому приветствию, такому шаблону, клише, в посланиях, да? То есть, послание типичное, эпистолярный жанр. Приветствия, основная часть, в перших рядках своего невеличкого письма, так писали мы с армией, или там первых, ну, потом брас, а потом привет всем, придавай, до свидания, жду привета, как соловей лета. Клише. И в древности для письм было клише, да? Значит, видим, что субжанр здесь напоминает эпистолярный, то есть, основной жанр – это апокалипсис. Субжанр напоминает нам эпистолярный подход, послание, потому что приветствие, так обычно, послание начинается, а значит, это и какой-то степень, а потом семь писем, то есть, послание семи церквям, да? Субжанр немножко такой, включен в эту большую книгу, апокалиптическую, субжанр эпистолярный, то есть эпистолярный, ну, как письма, да? Окей, приветствуем. Как говорится, перечисляются три. Бог, Святой Дух, Христос, то есть, есть у нас, да? Потом что еще? Какие характеристики, да? Да. То есть, да, Бог, который есть, был и грядет, то есть, это, есть, да, в принципе, можно сказать, что это тетраграмматон, идея, да? Это другой вопрос, можно покопаться, это уже богословие, да, то есть, мы уже зайдем. Потом, интересно, смотрите, о Иисусе Христе идут две, ну, два уточнения, две группы, две группы, ну, как бы, эпитетов, или слов, которые, они как бы повторяются, и там три, и там три. Это ничего страшного, но просто интересно, так вот, там три пункта, и там, как проповедь, классическая, три пункта, и стихотворение в конце, да, то есть, ну, три. Здесь кто он есть? Он есть кто? Он есть свидетель, первенец из воскресших, по-настоящему первых, кто, кого Бог оправдал воскресением, и это очень важно, богословие воскресения, воскресение Иисуса Христа, это не подтверждение его божественности. Это значит для фарисея Шауля, или Шауля, или как правильно, Савла, Шауля, когда он встретился с воскресшим, он говорит, вот же ж началось, ведь фарисеи чаяли воскресение праведника, а если Христос воскрес, он цадик, он праведник, а если началось, а если праведник уже воскрес, то что началось? Суд Бога. Оправдание, мы настолько западно, ну как западно, прочитываем уже традиционно, для Павла воскресение, это уже суд Божий, суд Бог, который начался, и отсюда это подтверждение правоты Бога, что суд человека, суд человеческий осудил Иешуа, а суд Божий оправдал. Значит, прав не Израиль, ну который в собирательном ключе, а прав был истинный Израиль, истинный Сын Бога, а Сын Божий, это Израиль назвался Сыном Божьим, цари или Мессия тоже должен был Сыном Божьим, то есть это, когда мы вновь взятие встречаем Сын Божий, это не всегда означает вторая апостась Божьего естества. То есть поэтому первенец из мертвых, это там богословие в воскресение очень-очень важно, но мы сейчас не видим, но заявляется, это часть провозглашения, исповедания Иисусе Христе, что Он первенец из мертвых. Ну очень много импликаций, вот будет у нас богословие Павла, там мы уже порезвимся уже, ну сласть о всех этих нюансах, коннотациях и значениях, хорошо? Он верный, свидетель очень-очень важно, свидетель важная категория для книги Откровения, потому что Он верный. Вот интересно, если сравнивать и Евангелие Теана, и Апокалипсис Теана, то в Евангелии Теана ключевое слово верить, вера, чтобы вы верили, что Он есть Сын Божий, что Он есть Машьях. Кстати, это еврейская Евангелие, оно никаким не написано язычникам, грекам, как так читали. Оно написано утвердить евреев, что Он есть Машьях, что Он есть в этом случае, наверное, Сын Божий Машьях, синонимы. Как может язычник понять, ну античный, ну грек, ну Сын Бога, и у них были сыновья Божьи, то есть, ну, сыны богов. Но концепции Мессии, что ж так? Да, да, да. Поэтому достаточно Иоанн, в данном случае, мессианский богослов. Он в истории церкви, Иоанн Богослов, можно добавить, он мессианский богослов. Представляю, что хотите развивать мессианское библейское богословие, не надо никуда ходить, берем корпус новозаветных книг и изучаем их. И все. Три кита мессианского богословия в Новом Завете, это Матфей, Иоанн и послание к евреям, и самый главный скандалист, Фома Квинский, или Мартин Лютер Нового Завета, это апостол Павел. Он просто вне формата. Он просто вне формата. Если те играют в команде, Павел играет один. Он выходит всех, обматывает и забивает голые. Ну, шучу. Он действительно мощная фигура, поэтому это просто его даже нельзя ставить. Но это потом. А ключевое слово в апокалипсисе верность. Не вера, а верность. И помните, почему? Потому что контекст преследований, страданий, гонений требуется верность. И вот уже объявляется, что Он свидетель верный. Верность Мессии, верность Сына Божьего, верность Иисуса Христа привела Его к оправданию перед судом Бога, поэтому Он и воскрес. Этим объявляется, тем более, что все основное количество текстов, которые говорят о воскресении Иисуса Христа, страдателям залоги. То есть, Бог его воскресил. И это оправдание. Бог оправдал праведника за его верность. А это книга о страданиях. А это книга, чтобы дать надежду. Мы умираем. Ну, контекст апокалипсиса. Где надежда? А вот, прийти первый же до конца спасется. И вот уже, смотрите, закладывается в начале богословская матрица книги Откровения. Он был верный до конца. И он первенец из мертвых. И владыка царей земли. Это уже, значит, параллель с богословием раннехристианской церкви. Если мы возьмем гимн апостола Павла, он не почитал, ибо он был образом Божьим, который, сейчас, он, будучи образом Божьим, не почитал быть хищением, равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, был послушен, доверен до смерти. И Бог его, это схема, мы видим, это вот схема, она верность до конца и возвеличивание. Теперь он владыка царей земли. Ему, а теперь, смотрите, ему, и уже описывается не кто он есть, а что он сделал. И дальше, перед тем, как формируется словословие или доксология, говорится, почему? Почему ему воздается слава или честь? Во-первых, он, возлюбил нас, искупил, и более того, сделал нас в нем царями и священниками Богу. Привел нас, как некогда Моисей привел Израиль, новый Моисей, вот это вот тоже богословие, иногда к Иисусу как образ нового Моисея, иногда он как новый Адам, то есть это богословие старого нового Адама, то есть нового творения. То есть мы теперь потомки нового Адама, потому что богословский язык или язык богословия нового Завета не всегда матрица или ткань Торы, то есть Елизавета, это также богословие творения, первоначально, еще Адам, и старый Адам, новый Адам, и Павел тоже говорит, как в Адаме все умирают, так в старом Адаме, так в новом Адаме. То есть очень богатый язык в богословии нового Завета, потому что он уходит в разные семантические домены, то есть семьи, то есть это заветный язык, это язык творения и так далее, и так далее. Дальше. Соделавший нас, и вот ему слава и держава во веки веков. То есть вот мы, первая структура, то есть ли форма, содержание, посмотрели, так увидели, все там. И теперь что? Функция текста, помните? Форма, содержание, функция. А теперь какая функция, в данном случае этого фрагмента, но она ведет нас к славе, такая доксологическая. Конечно, там очень много богословских, таких теологических, ну, фарша. Вот я сейчас съел, извините, фаршированную рыбу, вот эту вот, я не знаю, чем она была нафарширована. Я просто потом понял, зачем я взял в этой Афине фаршированную рыбу, потому что я не знаю, чем ее нафаршировали. Вот. И вот я мучаюсь. Но я еще кролика съел, ну, небольшого, маленького. Я просто такой, я буду сегодня весь день бегать, я решил доесться. Так вот, здесь, здесь хороший фарш, здесь очень много чего, чем нафаршировано, да, вот этот, этот, ну, блок. Видите, то есть, смотрите, отсюда выходят целые, смотрите, богословия, троицы, христология очень мощная, да, кто есть Христос, что он, каковы его дела, ну, плоды, да, то есть, то, что он сделал, и все это, и смиряет нас, приводит нас к славе. Этот, как можно использовать этот текст, какой проповеди? Вот смотрите, функция важна. Функция, воздать Христу славу, да, то есть, ну, рассказать, но она приводит нас к словословию. Может быть, это хорошее будет проповедью для того, чтобы подготовить собрание к поклонению. Но вы знаете, вот в чем проблема поклонения? Или те, кто вот начинает, ну, так разогревать поклонение просто, ну, когда особенно вот некоторые церкви переходят уже на такой формат, там, поклонение, да, проповедь, и, естественно, кто там подогревает поклонению, там, ну, в большом собрании, ну, какой-то лидер прославления, да, то есть, не знаю, ну, допустим, в маленьком собрании мы взяли гитару, да, то есть, тут есть маленький круг, не нужно себя там, что-то, ну, когда большой зал, нужно его как-то, ну, разогреть, да, или приготовить. Ну, и вот, есть кто действительно вот умеет это делать классно, а есть просто, а, пошла мода, и выходит, и вы еще примерно, я просто с Ими когда-то тоже общался, выходит, давайте сейчас представим, что мы стоим перед Богом сейчас, я говорю, так, что значит, давайте себе представим, что значит, сослагательное наклонение, то есть, я пришел в сельхов, пришел, какие-то дурачки себе представляют, что они в Божьем присутствии, давайте себе представим, представим, вот так я был на одном собрании, мне пастор подошел, ну, как, я говорю, убери все сослагательные наклонения, иначе я подумаю, что просто вы себе воображаете, то есть, придумали себе, утвердительно нужно говорить, мы сейчас перед лицом Бога, если мы в это верим, то не нужно, давайте, как бы, если бы, вот сейчас, вот, ну, пофантазируем, если мы уверены, что, что? А, ну, обычно есть, те, кто, те, кто, ну, ведут, да, то есть, ну, есть такие профессиональные, очень, ну, глубокие, поэтому я, сейчас, секундочку, там мне кто-то, я забыл отключить, так, да, можно через, или еще такая ошибка, да, послание, ведь давайте будем, давайте расслабимся, давайте мы почувствуем, давайте почувствуем, Божье прикосновение, Божье присутствие, Божью теплоту, или так, или, знаете, нам нужно сейчас сокрушиться, нам нужно сейчас, или, нам нужно сейчас вот такое благовение, так вот благоветь, я говорю, ну, хорошо, окей, ладно, давайте я вышел так, и говорю, давайте будем смеяться, ну, давайте смеяться будем, ну, ну, давайте будем, ну, чего вы не смеетесь, ну, чего вы не, ну, ну, понимаете, что значит, давайте мы сейчас, давайте будем себя чувствовать свободно, Это совершенно другие вещи. Вы не будете смеяться от того, что я буду вас призывать, чтобы вы смеялись. От чего вы будете смеяться? От шутки, если я скажу. Я скажу шутку, и вы будете смеяться. Значит, нужно что-то сказать, какую-то шутку, чтобы вы рассмеялись. А если я буду призывать, ну, можно, дайте улыбнемся. Ну, улыбнемся, ну, да, чист, все. Но смех, улыбка – это всегда реакция на то, что, соответственно, это вызывает. Что-что? Да. Скажи мне шутку, я буду смеяться, если она будет смешной. Поэтому, когда я говорю, что давайте мы, скажем, будем чувствовать себя свободно или давайте мы сейчас будем восторгаться нашим Богом, ну, нарисуй мне эту картину, расскажи мне о Боге, которым я сейчас буду восторгаться. Яви мне Его сейчас в том, что ты будешь говорить, да? Ну, как я могу? Давайте будем чувствовать себя свободно. Ну, значит, создай атмосферу, в которой я буду себя чувствовать свободно, Они просто, призыва не бывает. Функция, и вот он объясняет, почему, говорит Слава, он объясняет, кто он есть. Поэтому этот текст можно использовать, если это проповедь о поклонении или желании, или там о многих вещах, или, например, это большое поклонение, которое будет не просто так, ну, много людей, да, и действительно мы хотим где-то там час, чтобы было поклонение. Значит, нужно какое-то серьезное основание, да, ну, на мой взгляд. То есть я не есть богослов прославления, да, тот, который занимается непрофессионалом. Ну, допустим, я взял бы этот текст, и очень много бы уделил внимания кому, то есть объекту нашего поклонения, прославления, то есть раскрыл бы его, чтобы мы все восторгались. Кто мы такие, да, кто он есть, кто мы такие, и когда я чувствую, что есть, и вот ему слава, давайте сейчас будем поклоняться, он достоин поклонения. И дальше есть еще в книге Откровения сцены, где все падают и поклоняются, так ведь? Значит, их функция воздать, то есть их можно использовать для создания и атмосферы, и богословского понимания, и вообще всего, и разума, и сердца, и действия, да, поклонения, словословие. Понимаете? То есть форма текста, мы структуру посмотрели, содержание обработали. Теперь смотрим, что функционально он может ввести нас в поклонение, да, в словословие. Конечно же, Иоанн не имел в виду, что сейчас я буду там играть на гитарах и петь, да, но в данном случае он воздает доксологически, да, то есть он воздает славу и объясняет, почему. Значит, мы можем уже, зная, видим форму, структуру, содержание, функцию, готовить это для проповеди, в которой будет цель риторики Каи. Я хочу вдохновить церковь поклониться Христу, первенцу из умерших, свидетелю верному, да, или соделавшему нас и так далее, то есть у меня уже есть цель, и вот она будет вести меня, да, я буду рассказывать о Христе, я буду показывать, кто Он есть и что Он сделал, и потом буду призывать всех сейчас совершить литургию, да, или поклонение, или прославление в разной церкви. Это может быть современная музыка или, может быть, действительно, гимны классические, разные церкви, но текст будет возгревать поклонение в любой общине, в современной, традиционной, баптистской, пятидесяческой, в любой. Он свою функцию выполнит. Церковь будет поклоняться так, как она привыкла, как она это делает. Аминь, переменка.